Все убивают, еще и Гейт начали делать и прочие другие коллективы, то есть нужна контра. 5 секунд Грейва, это слишком жесткая комбинация. В прошлой игре мы это видели, и с Кускаром мы это видели, и сейчас мы это уже полгода видим. И на Инте мы это видели, когда Даззл брался у ЕГЭ, который выиграли просто на ферст пик. И браво Минески, боже мой! Еще одна нормальная команда, которая просто знает, что Даззла можно контрить, а не долбиться всей командой в этой игре. То есть, слава тебе Господи, слава тебе Господи, прогресс! Прогресс наступает! Ну так пора уже, окончание групповой стадии, пора уже делать какие-то выводы. И выводы сделали Минески, и выводы делают и Хоум. Пик хороший получился у Минески, они его полностью норовали. Ну и теперь дождемся ласт пик и Хоуму. Тут с вамики пошли отулы. Да, ну я ликую, ликую. Ликуем, ликуют все. Ну что, осталось буквально 15 секунд до выбора последнего героя. Сетивай думает, кого не хватает. Не хватает супорта, возможно, если Тускар будет топ-лейнером. Или... Ага, они берут тебе Сларк. Жадность, жадность. Жадненько так-то. Но Сларк здесь хорошо заходит. Станов здесь очень мало. Контроля маловато, и скидывать себя можно амплифайи всякие. То есть, ну, герой такой мерзкий. Да, можно еще темпларочки рефракшн быстренько сбивать. То есть, очень много достоинств. Единственное, что... Единственный такой минус, который, опять же, идет в плюсик для аппарата, то, что если, не дай бог, зацепят ультой, то ульта не будет легенить. Да, и более того, и хом авто на драку, 5 на 5, мало что имеется такого серьезного. То есть, ну, и что с АОЕ? Тускар? Все? Не, ну, АОЕ, но с другой стороны, у минусок тоже АОЕ не особо, да? Герогоптер, Андайк, анштопаришн. Не, ну, Андайк такой средний АОЕ, он больше тамбой работает. Тамба такой необычный спал на тело. И АОЕ, и сингл-таргет, и вообще все на свете. Но, в целом... В общем-то, и там, и там пик ровный. То есть, тут единственное, что... Тамба на Рошани не прощает. Вот, если ее поставишь разок, все, и уехом могут паковать свои чемоданы и убегать всей командой. Ну, посмотрим, как и ноутоки получится. Разбегаются по линиям, давайте знакомиться. Итак, Минески, Райо играет на Слардаре. На топе мы видим стоит Джесси Вош на Андайге. Где-то же рядышком бегает Рич Рейджик, Потейтон, Тамблар Ассасин, Инштопаришн в руках Джулза, а Куку играет на герогоптере. И команда Ехо, Молд Севен играет на Тасике. Ланэм будет суппортить на линии. Сетевая кэрировать на Сларке. Кака забирает суппорт Даззла. И Олд Чикен будет стоять в миде на Вайпере. Ну, так. И у нас, возможно, снова будет стычка где-то на руне, потому что пошли Минески внезапно не на нижнюю линию, а на топ. И снова готовы там драться. Ну, и там есть чем драться. Там можно под этим Чилинг Тачем, под Рокет Берриджем развалить противника. Но пробежал спускар и, возможно, он дал информацию. Информация о том, что противника на нижней линии нет. Это может Эхоуму спасти от ненужной драки. Вообще не претендует, я так понимаю, на забор этой самой баунтируны. Далековато находится. Еще есть 18 секунд. Пока Эхоуму вообще не о чем не догадывается. Вообще. Тасик закупился так, как будто он... Ему вообще ничего не надо от жизни. Просто танго и вард. Все. Идет в харду. И на один стоит. Аппарат кидает свой апкаст. И сейчас Эхоума это увидит и просто развернутся. Да, тут шансов ноль. Сражение против аппарата и анда энга. Нужно... Нужно бежать. Нужно бежать, нет. Просто команда того самого Тускара с той карты, который мог залететь, так на дистанции зацепить. Не, ему нужно вообще... Ау, кстати, L7 где-то нашел свои артефакты. Принес себе сталтшит. Но в целом, что нужно делать Эхоуму? Вообще, идеально было бы сталтнуться. Идеально. Потому что трипла ультимативно. Единственный минус в этой трипле, то что некому цеплять. То есть, если аппарат кастует свой колд твит, гирокоптер нажимает на rocket bearish, зомбай ставит тамбу, Сларк немет на одну кнопочку, называется она Pounds. И все круто. То есть, противник не убьет тебя. Да, сильно станов не хватает, замедения тоже мало. Ну, возможно, будут работать на том, что Эхоумы сами поедут в драку. Тогда можно будет принять, так скажем, от обороны. Но давят, давят. Просто Undying стоит прямо за крипами, будет раскидывать дикей. И это неприятно. Как и Лине, так и Сларк, так и, конечно же, и суппорту их. Ну да, но с другой стороны, как-то лезть в драку не хочется, поскольку здесь мы наблюдаем, что довольно-таки хорошо он Undying с аппаратом пробивает ту же Лину, которая пока единицы армора. Вот вешают баф. Не получается никак начать драку, но сетевая очень плохо досталась. Как его пробило. Хилочку уже юзать надо. Так, тут 400 хп всего лишь имеет. Джесси Вошу чуть ли не по тавр там уже. Да, но жесткая линия, конечно. Здесь минески будут давить. Посмотрим, чем это обернется. Пока. Темпларка в миду 3 на 2. Вайпер должен быть лучше. Вайпер, ну, он сейчас вот на хайграунде стоит. Ему очень удобно крипов пробивать. Рефракшн на Тепларке особо сильно работать не будет в этом мид-линии. Ну и тяжело. Тяжело. Темпларке без помощи будет. Снизу у нас Слардар будет стоять соло против Тускара. У Слардара пока 6 на 2. Тускара имеет 4 на 2. Но в целом, опа, нижних. Персонажа с нижней линии хорошо. Главное, он попался. В итоге постарался закинуть станчик, но промазал. Геракоптер хорошо размансил. Подходит сюда Зомбар. И в очередной раз Харас удался. Минески пока довольно таки комфортно чувствует себя на этой линии. То есть понимая то, что они не могут никак врага убить, но с другой стороны, там одну фласку выбили, вторую фласку выбили. Там рано или поздно они закончатся. И тогда уже можно будет поговорить. Однако, врываются на аппарата. И зомби находятся очень далеко. Аппарат неудачно поставился. Его тут же забрали. Можно также напасть на Геракоптера. Потому что первый уровень. Абсолютно все первые уровни. Очень хороший получается размен. Но мы видим то, что зомби-то не так. Просто начинает хорошенечко пробивать сетевая. И сетевая пошел до конца. Есть пассивочка. Семь стаков. Остался еще прыжок. Нужно прыгать. О, как я прыгал. И отступил. Отступил. Зомби от двух хп остался. Да. Не самый важный размен для Аминески. Такой получился. Довольно серьезно пострадали. Слишком поздно в Куку появились Рокет Берриджи. Сначала он пробивал с флэков. Ну и аппарат подставился тоже. Все-таки. На фиде ли немножко Сларка? Он там ассисты получил. Экспериенс. Что очень важно. Да. Хорошо выбрали момент. Увидели то, что зомби у нас пошел чекать руно. И пока он отошел, в этот момент быстренько напали и разобрались. Ну да. Ну вот такая вот у нас веселость такая произошла. В миде виден Темпларк 7 на 2. И тяжело очень стоять там агрессивной картошки. Агрессивная картошка не любит стоять пассивно. Она хочет нападать. Мелт спряталась. Там снизу, кстати говоря, Лина пошла и попытается помочь Тускару. Возможно забрать Слардара. Слардар видит ли этот момент? Большой вопрос. Вард стоит. А, Вард, Вард есть. Там все в порядке. Лина стоит прямо под Вардом. Поэтому Слардар не подставится. Он такой плотненький. Я думаю не заберут его. Ой-ой-ой. Не ошибка ли это? Сноубол? Далековато Лина. Станом просто не зацепит. Драгонслейв. Неважно. Под крипов стан дать. Это важно. И Андайк тоже здесь. Дикей пошли. Ставится также Томба. Ускоряется Райо. Будет ли у него еще один стан? Да. Стики есть. Станом не цепляет. Ай-яй. Не цепляет. Не цепляет. Там уже Лина готова страховать своим станчиком. В любом случае смещение и одной другой команды не прошло. Так. Ну именно эски мы видим то что решили они тоже не ставят триплей в харде. Потому что ну очень маленький лвл а и здесь ты особо ничего не сделаешь. И раз уж у нас убегает Лина вниз на помощь Тасику то в свою очередь можно оставить дабло. Герокоптер аппарат. Никого вы этой дабло не убьете. Но с другой стороны размениваться по хп вам будет приятно. И Хом начинает качать. Понимая что на линии стоять тоже не вариант. Начинают у нас пулить крипов. Причем так довольно таки здорово это делают. На двойной кэмп где большая часть крипов падает. Но Герокоптер здесь. Может Слэкэн на большую часть крипов забрать. А всех вообще забирать. Смотри чё жёсткий. Стали самые вкусные нейтралы. С Рокет Пэриджи их можно оформить. Дазл хочет своровать. Дазл. Дазл ещё и навалять хочется в боку. Герокоптер иди отсюда. Но он с этой экспириенс получил. Четвертый левел. Дазл неплох. Парк тоже четвертый. Так. Ну да. Ждем ждем когда будет активность. Кто кого будет убивать. Ну Viper конечно. 2-3-9. Темпларка 15 на 2. Увеличивается. У них разрыв по крипам. Увеличиваться будет дальше. Ну очень тяжело. А там когда Viper появится Viper Strike. Будет это через пару крипочков. Там и вообще можно будет убивать. Да. Но зато есть такой хороший плюс. То что у темпларочки всегда есть альтернатива. Если Viper так сильно будет набить тебя на линии. То ты можешь уйти в лес. Можешь уйти на стаки. Можешь вообще поменяться линиями там с кем-нибудь. И таким образом темпларочка всё таки своё будет набирать. Вот. У нас много. Какой-то Ор стоит в павильоне. Кто-то... Что происходит видимо на параллельной встрече. Там жуткая заруба. Третья карта по-моему. И... Тоже смотрите. Обязательно ребята не пропускайте ни один матч из мейджера. Всё очень интересно. Всё очень здорово. Так. Но у нас как-то вот даже немножечко неожиданно. Слишком спокойный старт игры. Получается. Был только один размен на топе. Всё. И вот видим, что Лина смещается в мид. Там же идёт Тускар на сноуболе. В темпларку очень больно. Ставится Сентрик. Вайпер страйк. Лиджипот это прекрасно понимает, что спастись не получится. И даже пришедший Джесси Вош не помог. И скорее всего тоже погиб. До второго уровня. Там балл пойдёт моментально. Джесси Вош забрали. Мы видим, что Тамбу надо бить. Тамбу надо бить. Товарищи хотя бы хотят побить аппараты. Это очень опасно. Аппарат убегает под Тауэр. Большое количество зомбарей. И всех их преследует. Боже мой, аппарат сейчас Рангстерис берётся. Ну нет. Ну нет. Всё-таки довели. Это минус 3. Посмотрели. Неплохо сражался. Неплохо сыграно. Трое красных. Да. Триплкил подарили Алчики. Но просто пошёл такой Минессовский конвейер. Они один умер, второй умер, третий умер. И как-то вот Вайперу слишком сильно подарили. Они буста. Да. И у него топовый криптат. И надворс, я уверен, топовый на карте тоже. Что-то как-то неприятненько. Левел 7 уже имеет Вайпер. Пларк, правда, тоже левел 7? Да. А то Пларке не легче. Всё равно она страдает от этого самого Вайпера. Ну, как-то пока у Минесски не всё хорошо получается. 1-5. Ну, пока мы видим, что Юхом, в принципе, хорошо отстали на своих линиях. То есть, мало того, что у них получилось сделать выгодные размены сверху за счёт того, что Минесски как-то там неаккуратно подошли. И осталось их двое. Сларк прыгнул, всех убили. Так, в свою же очередь, мы видим то, что потрясающий крипстат у Олд Чикина в миде. И тем Пларочка вот сделала то, что ей было предначернато. Она просто пошла стак лес. Не застакал не тот, но этот спаун застакал. Ну, не, можно вообще... Теперь можно не выходить из леса. То есть, на миде довольно-таки плачевная ситуация. Стоит у нас Вайпер. Рядом с ним стоит Тускар. Вслед за этим у нас имеется Центрая. Если ты просто подойдёшь ударить крипа, то ты умираешь в одно мгновение. И лучше всего какую-нибудь зомбаря на Экспириенс отправить. Да хоть кого-то, да, чтобы там постоял, хотя бы помешал Вайперу линию быстро пропушить. Вайперу тут у него Аквилы есть. Конечно же, будет делать Мекку. Тяжело очень. И вот Герокоптер остался один. Но он должен его фарм уже перестал получать. Уже хорошо себя чувствует здесь Сларк. Более того, сейчас будет заход за Аспина. Потому что идёт уже товарищ Old Eleven. У Куку мог быть проблема. Айшард замечательный. Валрос Панч уже есть у Тускара. Сноубол минус Герокоптер. Вот повторяется история с первой картой. Только теперь от Хомов. Потому что они взяли Тускара. Это Тускар сейчас гейммейкер. Он делает орлигейм. Он бегает и уничтожает всех. У него 4 асиста. И выбирает очень правильные таргеты. Выходит наверх там, где у Герокоптера Вижена. Как мы видим, есть. Но он видит далеко не всё. Вслед за этим, как мы видим, его почему-то вообще не прикрывает. Он просто стоит один в харде. И вот опасно. Темпларочку нарезает. Это супер больно. Ланэм попытался убить Темпларку. Понял, что не по шансам. Даже с дабл дэмэджем. И в итоге его разорвал Темпларк. За наглую и за дерзость. Еще и рунную забирает. Хорошую. Так. Ну и Минески. Понимая то, что сверху... Ну они так поставили, поставили. Но у них особо ничего не получилось. И решили отправить Герокоптера в легкую. Чтобы здесь он уже фармил наверочку. И поднимал свой нетворст стабильно. По даму в свою очередь отправляется наверх. И чем-то приятным. Перекатываться. То есть тапчики высокие. МС 390. След за этим еще спринты. Которые активно его ускоряют. И Олд Севен уже в позиции. Ждет. Так. Так. У меня что-то подпушивается. Я посмотрел. Видел, что у Сларк появляется рецепт на хендерф медас. Более того, у него же сам медас. Нет. Не собран еще. Тем не менее. Вот Сларк решил, чтобы уровень поднять себе. И денег было достаточное количество. Приобрести себе аптайдом. Да. Наказывать нечем. Я рада, что Слардар с быстрым блинком. Может как-то ему воспрепятствовать. Но атака у него пока бит конечный фрифарм. И он решил его усилить. Неравно. Да. Слардар перетянулся наверх. И теперь будет продолжать получать экспириенс под Тауру. И даже вот этот Amplify damage. Который может лежать на Сларка. Для него не проблема. Потому что по кулдауну ты сможешь снимать себя его дарпактом. Да. Герокоптер снизу боится. Боится. Он видит то, что Лина у нас стоит в харде. И любая поддержка она моментально убирает этого парня. И чтобы не рисковать просто убегает Лиса. И помогает набирать экспириенс Лисового аппарата. Поддержка действительно была. Вот он бегает тускарочек под смоками. Вместе с Дазликом. Они готовы сейчас устраивать экшен. Втроем на кого-то нападать. Бедняжка Ку-Ку. Мог бы подставиться. Но вовремя он сматывается. И вроде получилось избежать этой самой атаки. Ставит агрессивный вард от Эхоумов. Ну и будут, я так понимаю, немножко подталкивать нижнюю линию. Там стоит аппарат. Аппарат левел пятый. Не получил себе еще айс-бласт. А помочь драки ему пойдут сейчас очень сложно. Надо как-то вот в этих кустах скрипов экспу дополучить. Необходимо. Потом могут уже подтягивать тиммейт и устраивать какой-то бой. Герокоптер есть прокастом. Вроде готов. Ундайинг томба имеется про второго уровня. Могут вайперы попробовать взять. Про такой странный ганг. Типа герокоптер. Ундайинг. Тимпарк. Ничего себе. Они умудряются зацепить. Но сами понимают, что ну такое да. Гангать без стана, без зацепа. Просто убегаем. Трах-тарарах. И вайператас убегает. Ну не дело. Решили отступить. Аккуратно. Вниз смещается Рай. Есть айс-бласт. Но Рай прилетает очень-очень медленно. Успели отойти на безопасную станцию Лана вместе с КК. Спи тоже не вышла. Да, действительно из станов есть этот самый Слардар. Которому для хорошей инициации нужен Блингдаггер. До тех пор Минески просто нечем убивать. И вайпер нечем убивать. И Слардар по большому счету тоже. То есть нужно время. Нужно чтобы Слардар поформил. У него полторы тысячи монет. Ему оставляют легкую линию для фарма как раз таки на Блинг. А теперь он оставляет декер-коптера поформить. Само ходит. Но все это время, понятное дело, за Ихомбу. Потому что Ихомбы просто давят. Есть Аквила включенная. Появится сейчас Мека у Вайпера. Будет сложно. О, еще и стаки в чужих будут забирать. Айс-шарт. Цепили Темпларку. Темпларка ставит Центрик. Тяжка Темпларка. Валрес Панч. Накидывает Вайпер. Плюс еще и Лагуна от Лины. Очередной минус. И стаки забирают. Зомби понимают, что так больше нельзя. То есть выбрали они довольно таки невыгодную позицию. Стараться терпеть против Тасика или Лины. Которые пока, мы видим, очень хорошо наяривают. И зомби покупают смоки. Понимают, что либо сейчас, либо никогда. Потому что нужно как-то пойти и попробовать реализовать Том Стоун. Ну хотя бы разок. Потому что с твоей стороны у тебя есть Сларк. Который у Мидас. И как мы видим, он довольно таки уверенно фармит. А с другой стороны есть Герокоптер. Которого пока на фарм, ну только одна Квила. И Фузей. Ой, какой хороший Айсбласт! Иди вай, ты посмотри, будет лежать на 13 хп! Порает. Порает. Нет. О, хорош! Как же четко сделал Джулс. Просто идеальнейший Айсбласт. В нужный момент, в нужное время. Первый уровень, казалось бы, но Сладко добило. Отлично. Варт окупился. Как здорово сыграли парни. Да-да-да, успел, кажется, скупиться Сладко, но тем не менее. Фраг достался. Минес, это хоть кто-то аппарат делает фаги. Остальные пока киллов делать не дают. А Айтхомбы снизу, тем временем пушат. Есть рецепт на Мекку уже Олд Чикина. Готовы, готовы давить. Слушай, а от Ускара тоже Баклер. Зачем? Не знаю, пусть просто будет. У нас тут была команда OG, которая собрала Кирасу. И через 5 секунд его тиммейт тоже собрал Кирасу. То есть они показались синхронным плавнем в детстве занимались. Но, как мы видим, что иногда такое бывает. Там что-то не договорили, напряжение растет. Там ребята играют с самого утра, наступает вечер. Ты там уже не так хорошо жаришь, как с самого начала. Сказывается, усталость, безусловно, конечно. Тяжело очень на ребятам. Но вот Ихомы, находясь в шаге от провала, скажем так, должны собраться и показать максимум. Но Ихомы, противопожные ситуации, такое ощущение, что они там пили свою рисовую водку весь день. И сегодня с утра вообще какие-то ливбариные. То есть их просто разнесло. Их порвало на... Он там как раз сказал, порвало. Такой взрыв был. То есть их просто порвало первые игры. И сейчас они играют только по собранне. По собранне. То есть не начинают делать каких-то рандомных движений. То есть аккуратно пускают вперед Сларка, который чекает присутствие каких-либо вардов. И раз уж мы никого не нашли, нет ни одного варда, то как вариант, можно пробовать решить смок-атаку на линию, которую пушит вайпер. А, ну вот сейчас два блинка есть у Минески. Они купили как раз таки синхронно. И Тэмпларк и Слардар, поэтому можно пытаться как-то реализовать. Но первые Ихомы-то уходят под смоками. Возможно сейчас найдут ондайнг, ондайнг, тускар, тускар, ондайнг, ондайнг, тускар, ондайнг. Тускар, тускар идет вперед, Айшард должен дать для всего, чтобы вот они айшард. Томба, Айсглас на разворот, но слишком быстро ондайнг падает. Айсглас цепляет Ланэму, тут ожиряет Слардар, есть Шуллогрейф инвентальный. Вцепили Райо. Лена погибла. Ну да, да, Куфит. Да, и да, погиб. Ну-ка, 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 Станчик, сетевая сюда подходит, Тэпларка залетает с удара минус. Паунсен не сцепил Раджик Патета, поэтому он умудряется достать Даллит и Левана, пробивает его с руки, есть замедление очередные, но слишком толстый какой-то тускар, получается под этим вивом, у него там 20 единиц брони, сложно пробить, снова ныряет в сетевая и снова неудачно, не догоняет он Тэпларку, но в итоге размен такой заменецкий получился. Неплохо ворвались, двух героев забрали. Отлично получилось у зомби забайтить. Не ожидал, что они побегут так глубоко, ну, была вероятность того, что просто они побегут к вайперу, помогут забрать ему таверы, может быть, примут драку всей команды. Мы видим, ребята рисковые и любят иногда агрессировать, чтобы его быстро забрать. Угу. Ну и вот Мидас, Мидас появляется. Да, теперь ровная ситуация. Опа-то снизу, Ланемо подцепили, как же быстро его разбирает, ну вот эти самые блинки, как же здорово, они реализовываются минесками. Два блинка появились, и сразу же убивают, три кила сделали, фактически. Очень стильная комбинация, Слардар, как мы видим, он у нас в принципе держится в тонусе, то есть, что находится на уровне с тем же гирокоптером немножко отстает от Тимпларочки. Под ультой аппарата он сейчас забирает кого угодно, если совершает свой прыжок за счет того, что 10-ый левел у этого товарища. И Ихомом нужно сейчас двигаться очень аккуратно. Да, этот комба, она сильно жесткая, Айсблаз куда-то залетает, Слардар туда же ныряет сразу, и такой каст пережить довольно сложно получается. Единственное, кто вайпер способен пока это все дело вытерпеть. Ну такое, у него тоже немного. У него... еще вот удивлено, что он тоже собрал Мекку, Мека это конечно хорошо и всегда иметь в команде, но сейчас немножко такая ситуация, что если ты стоишь, танкуешь, что с Бластом по тебе попадут, Грейф, ну тоже ты вряд ли, как бы Грейф тебя тоже если спасет, ты все равно Мекку потом не завязаешь, и поэтому интересно посмотреть, как вот у него получится с пушем. Ну да, еще очень интересно, что же будет делать Тускар в итоге, потому что он начал это здорово, 6 ассистов, но купил Баклер, и такое ощущение, что сейчас просто не знает, что брать. Ну просто оставить можно. Оставить? Ну надо другой айтембилд придумать. Где? Вообще да, Гордингеры все на этом герое хороши. О, Блинк, Блинк всегда заедет. Блинк, может быть Солар Крест какой-нибудь? Может быть. Через медалечку пойти, например. Блинк появляется у Сларка тоже, да, ему не допрыгивать с помощью Паунса. Низ пока отпушивает герокоптер, коллдаун дает, такой статовый герокоптер. Купился, видимо, и Трамы, и Аквилу есть, есть и Белт у него, на последующий сэндж. Пока деф ему удается. Сейчас пока думает, что делать вместо. Витокамер! Витокамер поставит возможность собрать свой дизолятор. С дизолем, да, оно нарезать будет очень плотно. Еще далеко до него. Валековато, да, согласен. Подходит вниз, кастует вив, нужно переждать, и потом может как-то попробовать по таймингу напасть. Слардар нужен. Который просто повисит Amplify Damage. Ну, когда вот подходит к тебе пушит противник, да, вот там подошел один, что-то в одного накинул Amplify Damage, прошло 5 секунд, накинуло второго, и когда у тебя уже висит там по минус 15 армора на двоих, то ты уже немножко теряешься, и не хочешь нападать на своих противников. А сейчас в ответочка, да смотри, чувствует то, что появляется Roshan по таймингу, нападает на него E-Home, и могут попробовать удивить. Какой же важный файк, и сейчас может получиться, успеют ли минуски, догадаются ли, вот в чем вопрос, пока через медлини, нет там никого, постояли, и кликать надо, кликать, нет никаких трэпов здесь тоже. Нельзя подпустить зомби и поставить тамбу на ХГ. Это Райо, Райо ныряет, Стас по одному только достает, Ice Blast под замедлением, жутким Old Chicken. Пока живет, пока живет, но недолго, Лина падает, Snowball, Тускар он сам low HP, Валерас Патч дал тоже погиб, минус 2, Мека слишком поздно, Old Chicken моментально бросает, Шулу Грейт на нем, Герокоптер страдает, и Old Chicken, Tombу разбивает, пока жив, Завязал стики, но погибает от трипл-кил, делает Templar, и Тускар со Сларком в драку лезть еще не хотят. Байбэка, это Тайсик, есть у него при поддержке Сларк, Сларк пока выйдем без ульта, хороший демо ждет, Темпларка по Тайску его моментально забирает, остается Сларк, которого повесили Amplify демо, чтобы срочно скидывать, есть станчик, 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 давай, давай, Раун, догоняй, догоняй Сетивая, Сетивая выпрыгивает, но... Не туда нырнует под Темпларку, снижение Раун до конца, пробивает руки Тайсик, это должен был быть Рэмбич, но время слишком много прошло. Акела промахнулся. И смотри, Тайсик идет дальше, Залиной. И Ланэм никуда не сбежит. Ста. Боже, что творят? От селедки так просто не спастись. Эти ребята, они какие-то убер жесткие. Они все, они вернули игру в ноль, они и графики вернули в ноль, у них было... преимущество уихом было порядка пяти с половиной тысяч, а сейчас осталось ноль. По экспириенсу и того, более минески впереди. Как они играют? Как они играют? Темпларка получила просто сходу шесть трагов почти. Ну, пять, пять точно, да, и там шестой сделали его команда. Ну, парень сразу пить Дизоль. Вот сразу же Дизоль. Изолятором она будет бить очень больно. Больнее, чем сейчас. То есть Дазл, конечно, хорош, но сейчас ситуация такая, что слишком большая разница. Дазл у нас восьмой уровень, темпларочка четырнадцатый, и она там почти ваншотит любого. Крывом никого не спасти. Мы видим то, что Viper лопается вообще почти моментально. Нужно какой-то армор для себя приобрести, чтобы были... ну, была хоть какая-то защита. Ну, казалось бы, VIV должен решать этот вопрос, но VIV-то имеет свойство заканчиваться. Да, VIV упал. Вообще они здорово. Они увидели, короче, армор на враге, и как только вот так вот посчитали, прикинули, да, VIV закончится через двадцать секунд. Раз он заканчивается через двадцать секунд, то быстренько все идем и убиваем эту команду, и у них это здорово получилось. Такой выход по таймингу. Лучше. Может быть сейчас прожать еще один смок, и еще раз пробовать навесить противника? Там же опять же Рошана бьют. Не догадываются, видимо не верят в то, что может такая наглость произойти, потому что Сларк у нас находится сверху, а здесь прикольная комбина. То есть висит Фрозен Сигель от Тасика, при этом замедляет его Вайпер. Довольно-таки много дип-апов на Рошана, и Рошан почти не бьет тебя. Ну и сами-то они тоже довольно долго его пробивают. Еле-еле-еле, уже минута прошла, по-моему. Но Минески такого не ожидали, да, чтобы там вот так вот можно забрать. А и Вайпер сберет Эггис. Ну что же, этот момент проглядели Минески. Будет быстрее, кстати говоря, уничтопаришно, конечно же, вагоним будет выходить. Гирокоптер покупает себе рецепт на что-то. Это что-то у нас готовый Сенж. Уже. Либо Огарклаб присутствовал. И Огарклаб приобретает себе также Темпларку, который полторы тысяч... Боже, он не только-только Митрилхаммер. Буквально пару минут назад был. Уже есть готовый Дизоль, Огарклаб, и еще полторы тысячамонет сверху. Также много денег получил. Сразу топ-1 Нетворс. Так, Сларк видел Темпларку, Темпларка сразу же Блинкаут. А, Митрилхаммер, конечно же, по КБ. Сетевая может только позавидовать такого темпу сборки артефактов. Ну что, вот сейчас, казалось бы, у Хомов есть Аегис. То есть они будут действовать с позиции силы. Но правильно ли это? Не смогут ли их Миндески разорвать? Ну посмотрим, пока они верят в свои силы. Хороший ультимейт. Темпстопарейш, на основном, очень больно. Аппарат этих уже, как говорили, лвл одиннадцатый. Уже второго уровня Айз Бласт. Пока у нас аппарат еще не купил Сиаганим, то можно себе позволить вот так вот подходить на волну, получать себе ультимейт, а потом спокойно захиливаться. Все-таки аппарат пока еще он не такой сильный. Врыв на Тимфларочку, Тимфларочку уходит. Потому что потом, если аппарат купит для себя Аганим, то будет немножко неприятная картина. У него Айз Бласт кулдаун 40 секунд, подходит к тебе пушить. Закинул ультимейт, 15 секунд мы ждем, пока пройдет у нас дебаф, потом начинаем захиливаться. И на следующую волну крипов, которая обычно респаунится с кулдауном 30 секунд, то он закидывает еще один ультимейт, и тогда уже Яхомом будет зайти очень тяжело. То есть можно попробовать сейчас сделать что-то? Да, надо делать. Все, что они сейчас сделали, просто разменялись один табор в другой с противником. Это маловато, это не есть реализация Айгиса. Нужно какой-то гем купить. Яхомы стоят перед фактом, что Тимфларочка палит вообще всю контору. То есть ставит огромное количество трап по всей карте, и мы видим то, что пока они занимаются тем, что ставят большое количество сентрей, и все эти трапы разбивают. Разбили большую часть трапа, теперь и Смаке попробуют кого-то найти. Да, там еще и Вайпер под собственным инвизом с руны, тоже идет с Айгисом. Он интересно встал, интересную позицию, видит сейчас передвижение противника, видит Андаинга, сцепляет к нему противника. Вот Тимфларку видит, Тимфларка там с БКБ, между прочим. Не надо ее взять. Не дает рассказ, стан неточный. Сноуболк надо залетать. Тускар один жду, а залетел. Куда ж ты, парень? Но нет! Так это не работает! И на Вайпера тоже залетает! Вайпер! Ой, какие больные тычки получает! Минус Айгис. И при этом Минески практически ничего не потратит. Только БКБ на топлате. И все, Слондар ныряй дальше. Слондэмом. Это Томба. Смел до удара. Очень больно. Пытается Хома отступить, но под жутким замедлением. КХ под Шулдэмом. Пытается сделать тэпаут. Разорвали Лину. Уйдет ли? Да. Уходит Дазл с пасом только себя и CTY. Вопрос сон. Будет ли жить? Амплифай получает? Нет, он не живет. Это минус четыре. С учетом Айгиса минус пять в исполнении Минески. Сейчас смотрит на всю движуху и думает, лучше бы этого Айгиса не было. Потому что ребята забежали непонятно куда. Самый настоящий подарок. Но Тускар делал как залетел? Нет, ладно, бог с ним с Тускаром. Залетел Тускар. Тут стоит Т2. Тут стоит Т3. Тут Минески находится в хорошей позиции. Но куда вы все бежите за ним? Это реально похороны. Может им хотелось прах его взять, отнести на родину и потом там сжечь или что там с ним делают. там куда-то за рейд, но как мы видели их просто их всех живьем похоронили. Не стоит так? Не надо так. Не надо так. Не надо так. Опять много денег. Опять Темпларка собирает тебе все лавры с этого замеса. Покупает тебе почти БКБшку уже Раю. Там осталось буквально 700 монет. Гирокопта с Энджин Яша. Все просто мега здорово у Минески. Там у аппарата сейчас появится Айсбласт с под эффектом Аганима. Да, вот это будет уже жесткая фигня. Нереальная штучка. Вообще так смотришь на этих суппортов, боже мой. Дазл 850, 815 хп, Лина 920 хп. У Тасика даже 1000 хп, боже мой. А если аппарат попадет ультой, там реально пол хп останется у этого всего. И драться нереально. Слушай, вот Тускар, который бегал по началу, такой, да, 6 ассистов, без смертей, без киллов. Супер активный, сделал early game для Ихом. Бил баклер и все. Потом он просто встрял, он с этим баклером бегает. До сих пор ни одного нового вайта не появилось. Нет, ладно, бог с этим баклером, я думаю это не его ошибка, а ошибка в первую очередь. Потому что некоторые люди просто, хотя он сам врывается и умирает, да, там. Ну да. Мол, у меня баклер надо танковать, но в целом пока Ихом опять немножечко потерялись по игре. То есть такой ченж у них теряется, вот в один момент у них какая-то теряется нить игры и все. Они просто бегают толпой и не знают, что делать. То есть вот сейчас, например, Сетивай бегает по своему лесу, запалил он вард и, по-моему, даже не прокликал, если я не ошибаюсь. Клики, клики пошли сейчас. Клики, это клики от минески пошли. А, вот, вот, да, забрали вард и начинаем как бы все с нуля. У нас есть лаг, давайте убьем все вражеские варды. Так, варды мы видим то, что начинают они убивать. Сетивай, в принципе, может там побегать и все это почекать. И продолжает свою фарм усиливать. Вот он, тот самый Аганима Инштапаришн уже залетает. Айс Бласт под его эффектом, давайте посмотрим, кого накроет. Ну, драться запрещено для них. Лин, но нет, Лин не накроет. Пошла мимо. Ну, скоро прочувствует, в общем-то, ребята, языком, что это такое, что за боль. Гиперстон припытается эта платка. Сетивай начинает понимать всю ситуацию. То есть есть у него блинк, есть мидас, это не сам был транспорт для драк. За удар для Лина, Лина погибает. То есть на Сетивайтер просто берешь себе все айтемы, которые ускоряют твой фарм. И даже не думаешь на противника рваться, потому что, ну, как мы видим, да, что тут парочка за два удара чуть ли не любого из их команды убивает. Почти сразу. Да, там, конечно, дабл дэмэдж был, но все равно было очень больно. И фармить себе Яшу, да. Знаете, что это будет. Может быть, какая-нибудь Санжи Яша, чтобы еще побыстрее бегать и фармить. Может быть, монтаж, чтобы можно было с себя снимать фокус или Амплифай дэмэдж Ларда раскидывать там. Ну, разные варианты. Ну, в Амплифай дэмэдж скидывать есть же собственный дарпакт. Ради этого манта стайл брошь. Не, ну, дарпакт можно еще и на другие вещи использовать. Там много вариантов, как можно использовать. Но просто Санжи Яшу, если он наберет, не знаю, насколько это полезно. То есть, ну, сам себе артефакт. Он на сларке, ну, так себе смотрится. Вообще похоже, что БКБ ему нужно очень. Да, похоже. Очень похоже на это. Ну, пока уходит. Так, Вайпер, в свою очередь, мы видим то, что взял манту. То есть, вот он как раз, дарпакта у него нет, он Амплифай дэмэдж скидывать не может. И поэтому лучше всего, ну, скидывать самому, надеюсь, только на себя. И похоже на то, что Ехомы продолжают чекать Вижн. Тепларка в инвизи спряталась, лол. Она видит все, Сларк залетел. Она ждет, она ждет, она ждет. Давно у двух ударов сейчас умрет. Сити Вайп. Ой, 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 ой! Блин, Блот, как же больно! Фантастика, Тепларка залетает. Сити Вайп сразу же проезжает Шедлоденс и бежать. Они здесь, конечно, не погибнут, то залетело просто шикарно. Боже мой, он почти на грани смерти. Посмотри, как ему больно. Какая боль, боже мой! И Вайпер решил под чем-то подойти, не понятно, чем он это сделал. Вся команда далеко. В итоге забирает Тасика, забирает Вайпера. Боже! Что происходит? Beyond the God like Rage and Potato на Templar Assassin, которая страдала с начала игры. А теперь просто не щадит противника. И будет заход на High Ground Viper без байбека. 40 секунд. Это отличная возможность просто снести сторону. Да, байбекнулся Тускар. Ну, разве он здесь мешает что-либо делать ребятам из Минески? Да нет. С Гипертоном с быстрой скорость атаки. Самый лучший. Темпларка пробивает. R3. Есть еще Glyph. Сларк боится врываться. Ух ты, и врывается. Ух ты, и врывается. Но есть Логрейв. Получает прокаст. Темпларка форстафт летает. Есть Snowball. Балрис панч. Темпларка. Нет. Так, Waterblade летает вроде бы, но кулдаун. Дальше Давид и Хомов загоняет их прямо на базу. Очень больно Сларку. Сларк пытается кластом. Тоже должен погибать. Есть Логрейв. Просто Минески не чувствует топ-1 Китай и мясят их, да, как папчики. КВП. Минески два матча подряд. Уничтожает Alliance, уничтожает The Home. И проходит секционно верхнюю часть сетки мейн-ивента. Кто бы мог подумать, что произойдет такое. Браво. Браво, филиппинский коллектив. Браво. Просто лучшие четыре карты, которые я видел за последние два дня. Это просто было очень интересно и очень здорово. Молодцы. Браво. Ну, нет. Как хит船 и мою confidence к citizenам самостоятельно... Браво, браво.